Добрый день, друзья! С вами Александр Виногурев, преподаватель по другим инструментам. Сегодня вы у меня видите в руках инструмент Аль-Саксофон. И я сегодня вам покажу первое занятие, которое я даю своими ученикам, которые приходят на депробные занятия, чтобы узнать, познакомиться с инструментом, чтобы их вера в то, что они могут играть, у них утвердилась. И я сегодня вам покажу, с чего мы начинаем, какие мы делаем шаги, и в конце урока мы с вами сыграем кусочек мелодии. Это уже была настоящая мелодия произведения «Путники ночи». И мы это все сделаем с помощью только левой руки. И три нотки у нас будут. Си, Ля, Соль, нотка До, которая вспомогательная, и нотка Фа диез. Ну, давайте с вами разбираться по порядку. Итак, у нас с вами есть мундштук с тростью. Вот обязательно нужно трость размачивать перед тем, как вы начинаете играть. И для начала мы просто учимся издавать звуки. На моем канале, кто уже подписан на мой канал, есть видео, где я описываю, как нужно правильно пишать, как нужно правильно ставить мундштук в рот. Сейчас вам очень скажу, что в бекла, что верхняя зуба упирается в мундштук, и вы должны просто спокойным таким выпуском воздуха, вдох и выдох, вы выдыхаете очень спокойно. Вот получается какой-то звук. Если вы начинаете немножко улыбаться, да, то звук ваш получается более высокий. Если вы губы расслабляете, то звук более низкий. Дальше вы можете поставить его на корку. Вот такая корка есть. И на первом занятии я даю еще одно упражнение. Я снимаю эту металлическую часть. Называется эска. Одеваю сюда мундштук. И мы издаем еще один звук. Уже по форме он по звуку другой. Как видите, он более такой низкий, но еще не имеет такой формы, как настоящий звук саксофона. Дальше мы с вами закручиваем его, ставим его на инструмент. У меня на инструменте тут есть только один винтик, да, а еще есть другой винт. Тут должен быть. Он для того, чтобы, если вы военный музыкант, вы ставили такой пипидор. И сюда, и можете играть уже по нотам, да. И мы с вами сейчас переходим уже непосредственно к извлечению звуков, да. Что самое главное, равномерно выпускает дыхание. Вот мы с вами видим, что пальцы должны вот так ровненько стоять. Этот клапан мы не используем. Иногда вот у меня был ученик, и он показал свой структур, у него нет этого клапана. У него, значит, действие сразу начинается с этого, да. В новинстве большой клапан, да, маленький, который мы не используем пока. Это такой, как бы, вспомогательный сибемоль. Я отдельно об этом, наверное, скажу, кому интересно. Это у нас с вами второй клапан и третий клапан. Вот мы тремя пальцами можем уже извлекать, закрывая их звуки. Итак, если мы с вами берем большой палец и зажимаем сюда, и мы зажимаем, указательный палец, и извлекаем звук, у нас получается первая нотка Си. Если мы закрываем сверху второй палец, указательный у нас, большой палец у нас остается, указательный остается, значит, у нас большой палец закрывается, указательный и средний, получается нотка Ля, она уже ниже. И наша нотка, которая будет три пальца сверху, закрываем. И получается большой палец также стоит. Нотка Соль. Это латинские нотки, как это будет вблизи. И мы с вами сыграли три звука. Если мы опускаемся с Си на Соль, наши губы должны немножко расслабляться. Если мы поднимаемся, должны больше растягиваться, сжиматься. И у нас будет самый верхний звук, который будет указательный и средний палец. Это нотка До. Она будет нужна сегодня, чтобы сыграть нашу первую мелодию. Итак, я сейчас вам покажу. Наши первые мелодии, те, кто первый раз к ней приходят, ноты они еще не знают. Наша задача освоить аппликатуру. Поэтому мы предлагаем такую методику. Ноты у нас, я подписываю вот такие цифры, вы видите, под нотами цифры есть. Это сколько вы закрываете пальцев. С этим ученикам я так подготавливаю ноты, и они изначально могут видеть, допустим, С один палец, Ля два пальца, Соль три пальца. И они могут по себе говорить, Допустим, первая фраза в нашем произведении будет такая. Три, два, два, Три, два, да? Потом в течение какого-то времени пальцев мы уходим, и они уже играют с нами ноты. Мы учим уже ноты. Соль, ля, ля, соль, ля, да? Соль, ля, си, ля, соль, да? То есть потом мы в голове начинаем уже говорить ноты. Но сначала, чтобы наши аппликатуры выучить на инструменте, мы берем вот такой элемент пальцев и играем как бы во таким цифрам. И теперь давайте посмотрим это маленькое произведение. Я думаю, что вы все его прекрасно знаете. Это песня, и мы как бы пропиваем ее, да? Вот первый мотив, который у нас есть, это всего две нотки. Соль, ля, который мы играем на одном дыхании. Мы три пальца зажимаем, потом убираем один палец, остается два. Потом мы с вами делаем небольшую паузу, берем дыхание, и следующий наш мотив два, три, два. Мы следим за мизинцем, чтобы наш мизинец не был вот так отопырен, да? Потому что тогда нам очень сложно зажимать клапана. Что же получается у нас? Получаются два маленьких мотива. И мы добавляем еще один следующий мотив, уже более длинный, поэтому нам нужно больше дыхания, но это значит, что мы должны просто его более равномерно распределить. Получается три, два, один, два, три. И теперь мы с вами сыграем все три мотива одновременно. Значит, напоминаю еще раз. Было что у нас? Три, два, два, три, два, три, два, один, два, три. Мы соединяем. Фу. Фу. Вот у нас получилась первая большая мелодия. Теперь, дальше для песни имеется секвенцию. Секвенция, это тренадцатого слова, означает, что мы берем следующую мелодию, следующий мотив, у нас с вами будет такой же ритм, но с другой нотой. это нота фа диез. И мы добавляем правой рукой, зажимаем в средний клапан. И у нас получается фа диез, соль, а потом соль, фа диез, соль. мы убираем палец. Потом соль, фа диез, соль. Это соль, с чем мы зажимаем, да? И дальше мы идем от фа диеза, соль, ля, соль, фа. И мы с вами, видите, сыграли уже первую строчку нашего произведения. И давайте стараем ее полностью еще раз. Начинается она от соль. фа диез. Теперь, если мы загробить и пойдем дальше, будет нотка ми. Это уже тема нашего следующего занятия. Но мы сейчас с вами сыграем эту же мелодию от нотки ля, где было два пальца. Два один, один два один. Теперь два один и начну нотка до, которая уберется вот так. Теперь основа от два. от нотки соль, три. Как с самого начала. И конец от нотки фа диез. соль, ля, си. И вот я закончил на нотке соль, три пальца. Видите, мы с вами сегодня смогли сыграть, немножко прикоснуться к мелодии путники путники ночи буквально используя только левую руку и буквально си, ля, соль, до и фа диез. Как правило, все мои ученики, кто приходит на пережитие благополучно по моей методике этот шаг делают, они осваивают. Конечно, потом нужно какое-то время, чтобы освоить правильное дыхание, освоить правильную аппликатуру, чтобы вы не думали, чтобы у вас автоматически сильно сжималось. Очень важно сначала просто научиться читать ноты, называть их на инструменте, показывать и только потом играть. Кому интересно, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите ваши комментарии, задавайте мне вопросы и записывайтесь на мои консультации. Я даю уроки в скайпе и буду рад вам помочь и изучить такой инструмент в саксофон. С вами был преподаватель по саксофону Александр Минокоров.